Всем привет! Сегодня мы будем с вами делать интересную штуку. Это светодиоды ультрафиолетового излучения. У меня была такая лампа, одна из первых, когда ещё не появлялись такие прикольные фонарики, или они стоили очень дорого, имеется в виду вот такого плана. И здесь у меня была матрица, сделан тоже на светодиодах сверх ярких. Эта лампочка на ЛИОН аккумуляторе, он находится здесь под термоусадкой. Потом идёт, как обычно, зарядное устройство, преобразователь, напряжение, повышение на 12 вольт. Я эту матрицу снял, где были сверх яркие светодиоды, и она у меня как бы сейчас используется в подсветке. И я решил, поскольку мне очень понравился клей, ультрафиолетовый, или лак, или клей, как они называют на китайском рынке, и очень удобно с ним работать, подклеивать быстро что-то, и это вполне нормально держится. Например, это можно быстро, если у вас телефон треснул, в течение 10-15 минут заклеить все щели за счёт этого клея. Я заказал 100 штук светодиодов, и сейчас мы будем городить мощную матрицу, потому что иногда бывает очень большая площадь, нужно заклеить, и желательно... То есть, когда я первый раз купил этот клей, он представлял из себя вот такое устройство, как картинка, сейчас выскочит, и одного светодиода мне мало, то есть час сидеть и засвечивать какую-то трещину, или потому что интенсивность слабая, то есть приходится сидеть час-два, заклеивать, засвечивать этот клей. Ну, для мелких поделок, конечно, там проводочек, бывает, что когда вы в поделках крутите, нужно капельку, чтобы провод не оторвался, капельку клея нанести, быстро засветил, это очень хорошая тема. Поэтому сейчас я сделаю такую универсальную лампу себе на аккумуляторе, чтобы я мог её брать, потому что даже в электричестве, ну, в смысле, в электрике можно это применять, если там, допустим, у нас перерезали кабель там, или оплётку перерезали на кабель, можно применять такие вещи, чтобы изолировать, скажем, голый проводник на 220 вольт, там, и потом уже или в кембрик, или какими-то другими путями эту неисправность устранить. Поэтому, ну, и ещё также, как вы помните, есть у нас ультрафиолетовые микросхемы старого типа, их тоже можно обновлять, засвечивать ультрафиолетом. Ну, вот сейчас я буду делать такую... Можно будет ей сушить лак для ногтей, который тоже делают и на ультрафиолетовом лаке. То есть засвечивают такую коробочку, суют там, ну, вот у меня будет такая переносная лампочка. И этой лампой ещё очень удобно будет смотреть подтёки, ну, скажем, тем, кто занимается автомобилями, там, в моторе, там, и... Ну, в автотеме, одни к словам. Сейчас я буду... Не знаю... Здесь каждый светодиод, если так посмотреть, зажигается у нас... Сейчас я достану блок питания. Так, давайте посмотрим, насколько они зажигаются, и от этого будем исходить, как нам паять светодиодную матрицу. Так, поставим им ток. Сейчас у меня, видите, стоит 108 миллиампер. Ну, давайте поставим меньше, ну, не более 10 миллиампер. Ну, 6 миллиампер поставим. То есть, по идее, наш блок питания не должен давать более 5 миллиампер или 6, как вот вы выставите. Значит, у нас полярность надо поменять. То есть, это у нас 4 вольта. Сейчас, значит, так, когда вы нажимаете, то на выход ничего нету. Когда нажимаете разрешить, то появляется на выходе напряжение. То есть, это у нас диод зажигается где-то на 3,2 вольта. И 10 миллиампер, ему, наверное, будет, конечно, прекрасное напряжение. Давайте поубираем напряжение. Давайте мы вдуем 5 вольт. Насколько он будет уменьшаться. То есть, 3,2 вольта, давайте добавим 15 миллиампер. Для этого надо переключить ток. И 15 миллиампер выставим. Посмотрим на интенсивность. Давайте вдуваться, вдуем. Да, он так яркий. Получается. То есть, я делаю так, чтобы стараюсь, чтобы светодиоды были тёпленькими слегка. Потому что, ну, и вот так он светит. Для того, чтобы убедиться, что это у нас всё-таки ультрафиолетовая штука. Да, давайте возьмём какие-то деньги и попробуем засветить их. То есть, он должен нам показывать ультрафиолетовую краску на денюжках. Ну, вот я здесь вижу характерную волосинку под номером. Это ультрафиолетовые нитки. Нитки, вернее, покрашены ультрафиолетом. Внедрённые в эту бумагу. Что-то маловато их. Не, ну вот здесь видно под знаком евро синего цвета. Синим они горят. Ну, ультрафиолетовая краска может быть какая угодно. Какого угодно цвета. Ну, например, давайте возьмём, для чего мы вообще это всё сейчас будем делать. Ну, мне нужно починить такой выключатель. И он как бы в масле весь. Посмотрим, как это всё подсвечивается. То есть, видите, я буду восстанавливать выключатель. И хочу сделать себе лампу, которую я буду в мобильных, так сказать, полевых условиях что-то ремонтировать. И чтобы я мог быстро воспользоваться этим клеем. Сейчас я пробую свой преобразователь повышения напряжения. Подсоединил к матрице. То есть, я не стал всём упавать, что потом, мало ли, мне что-то не так будет. Вот сейчас проверяю, ну, как я кручу. У меня больше 28 вольт не получается, к сожалению, на выходе. Поэтому, наверное, скорее всего, если вот так вот смотреть. Давайте вот так подсветим, чтобы было видно. Немножко поднимем. Где у нас тут подсветим это дело. То есть, видно, да, нет. У меня где-то 27,8 вольт. Ну, грубо говоря, возьмем, 28 вольт. И мне не хватает. То есть, запаса по яркости. По яркости этого дела. Если я, допустим, закорочу один светодиод. Какой-нибудь. Ну, давайте. То получается, что светит ярко. То есть, вот так вот. Поэтому, наверное, матрицу надо один светодиод убрать будет не 9 светодиодов, а 8. И по 8 тогда будем собирать. Потому что, как я тут не крутил, больше 28 вольт не поднимается у меня. Ну, может быть, аккумулятор отдохнул. Нет. Аккумулятор тут, скорее всего, ни при чем. Ну, давайте ему дадим зарядку. Этому парню. То есть, ничего не меняется. Ну, в общем, надо один светодиод убирать. Вот что у нас получилось. То есть, это была такая сделана лампа. И здесь стояли сверхъяркие светодиоды для того, чтобы... Ну, во всяком случае, это было сделано тогда, когда... В общем, было затруднительно приобрести светодиодную лампу такого типа, как я уже говорил. Сейчас они появились, всяко разные. И, конечно, требует зарядочки. Давайте её зарядим. То есть, сейчас выбор очень большой. Но тогда такого отдела не было. И получилось так, что у меня... Эта вещь оказалась ненужной. Вот. И сейчас она, видите, приобрела новую, так сказать, направление. Направление и ультрафиолетового излучения. То есть, теперь я могу засвечивать довольно-таки большую площадь ультрафиолетового лака. Здесь по 8 светодиодов. И можно регулировать насыщенность лампы за счёт изменения подстроечника, выходного напряжения, преобразователя повышения. Давайте попробуем сделать минимальное. Где-то потребляет лампа 40 мА. Сколько здесь у меня? По 3. То есть, раз, два, три, четыре. Нет, вру. Больше. Около 100 мА потребляет она. И можно регулировать насыщенность. То есть, видите, я даю больше напряжения, а как бы насыщенность не увеличивается. Ну вот, так. Ну и посмотрим на документы. Видите, что-то появляются, какие-то надписи. Здесь нету. С другой стороны появляется полоса. Возьмём права. На правах. Вообще, куча всего. Возьмём ещё что-то. Ну, это просто белая бумага. Белая бумага у нас светит ярко-синим светом. Возьмём, допустим, ещё какие-нибудь удостоверения. Здесь, видите, две таких полосы непонятных появляются. Давайте ещё возьмём. Здесь тоже две полоски. Ну, на этом всё. Так что, не выбрасывайте ничего старого. Оно может с течением времени изменять свою принадлежность и форму, так сказать, бытия. И пригодится вам в дальнейшем. Здравия и благополучия.